Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube-канале российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархад Ибрагимов. В нашей программе вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Сегодня мы поговорим о эскалации в регионе Ближнего Востока, о том, что произошло в ночь 13-14 апреля в Израиле. Я напомню нашим зрителям, что именно в эту ночь как раз-таки Иран предпринял действие довольно такого агрессивного характера и решил атаковать территорию Израиля, что оказалось на самом деле впервые в истории, потому что впервые с территории Ирана были нанесены удары по Израилю. И вот причины всех этих ударов, причины этой эскалации и к чему вся эта история может в конечном итоге привести, чем может завершиться вся эта напряженность в Иран-Израильских отношениях, которые и до этого были довольно сложными. Обсудим с гостем нашей сегодняшней программы. С нами на прямой связи из Израиля общественный деятель, экс-руководитель Израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Яков Иосифович, я вас приветствую. Добрый день. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Иосифович, наши зрители могут нам соврать. Мы, навестники Кавказа, неоднократно с вами обсуждали тему противоречий между Ираном и Израилем. Тема довольно очень сложная. Вы неоднократно давали свои прогнозы, довольно точные и четкие по поводу того, с чем вся эта ситуация может обернуться. Вы говорили, что рано или поздно, конечно, Иран может ударить, но вы считаете, что все же тогда считали, что войны большой не будет между Ираном и Израилем. Скажите, пожалуйста, после событий 13-14 апреля вы изменили свое мнение? Есть ли у вас основания полагать, что война может все-таки состоиться? Ну, судя по действиям Ирана и потому, что иранцы говорят. Судя по действиям и заявлениям Соединенных Штатов и других стран. Но вряд ли мы находимся на пороге большой войны. Почему? В отношении Ирана, я сейчас говорю просто, не добавясь в подробности, если вы захотите об этом говорить, пожалуйста. Иран заявил по окончанию попытки нанести удар по Израилю к утру вчерашнего дня. Инцидент исчерпан. Мы дальше проводить никаких атак против Израиля не собираемся. Это Иран заявил. Если Израиль сам не заявил. Это позиция Ирана. Израиль тоже не собирается проводить сейчас атаку против Ирана. Почему? Во время этой атаки, поскольку время подлета и беспилотников 6-9 часов. И крылатых ракет около двух часов. Я не говорю про баллистических ракет. Примерно 15 минут. В Израиле, когда стало ясно из наблюдений наших спутников и американских спутников и военной разведки ВВС и наших и американских военно-морских сил и британских, что Иран готовит запуск ракеты беспилотников. И как только беспилотники поднялись в воздух, первая партия 50, всего было 185. В израильском правительстве и генштабе стало обсуждение. А что делать? Нанести сейчас удар, не дожидаясь, пока они попытаются долететь до нашей территории или подождать, пока все кончится. Решение было принято, давайте подождем. А по результатам ущерба, который будет нанесен, если будет нанесен, тогда мы решим. Насколько практически этот запуск ракет и беспилотников не принесли никакого ущерба. Почти все эти летающие аппараты от беспилотники были уничтожены, все почти. И ракеты, и баллистические, и крылатые были сбиты. И ни одного серьезного, и даже любого объекта не было повреждено в Израиле. Да, осколками сбитых ракет была ранена одна бедуинская девочка в Негеве. И был ранен один арабский мальчик в арабской деревне. Осколки упали, сбитых четырех ракет упали на территорию военной базы военно-воздушных сил в Негеве. Ну, несколько воронок там повредили крышу одного из третистепенных складов. И все. То есть, кроме самой попытки удар по Израилю с иранской территории, ничего нет. Какой смысл имеет для Израиля нанести удар по Ирану? Только один. Уничтожить иранскую военную и ядерную промышленность. Чтобы Иран не смог никогда воссоздать ядерное оружие. Вкупе с этим можно попытаться уничтожить иранскую ракетную промышленность, которая может создавать носители для ядерных наряда. На сегодняшний день Израиль не ставит такую цель. Почему Израиль не ставит такую цель? Потому что пока среди друзей и союзников Израиля и в Соединенных Штатах и в Европе существует мнение, что проблема ядерного оружия в Иране, ядерную программу можно заморозить не военным, а мирным путем. И существует возможность договориться с Ираном еще в этом году. И понятно, что если можно договориться без военных действий, зачем нужны военные действия? Военные действия это всегда крайний, последний результат, когда безопасности государства и его жителей угрожает непосредственная угроза, опасность. В данном случае это не имеет смысла. То есть Иран решил, он больше не будет атаковывать Ирана. Израиль решил, он больше не будет атаковывать Ирана. Соединенные Штаты сказали вместе с своими союзниками, мы поможем Израилу защитить себя в случае агрессии против Израиля. Но мы не собираемся сейчас, если Израиль решится, атаковать Иран, мы в этом участие принимать не будем. То есть практически президент Соединенных Штатов, руководитель европейских стран, сказали, не надо атаковывать Ирана. Все они говорили это прямо, грубо, действительно. Но было ясно, в этой операции у нас ни союзников, ни тех, которые посчитают, что это необходимо или нужно, не будет. А смысла без этого нет. Просто так бомбить Иран можно, но нет смысла. А не может быть военной атаки, военных действий, если за ними не стоят ясные, четкие политики, оправдывающие этого. На данном этапе, на сегодня этих целей нет. Но раз Иран не собирается, и Иран не собирается, и Соединенные Штаты не собираются, и Великобритания, и Франция, независимо от их абсолютной или относительной мощи, значит, не будет никакой войны. Некому вести. Основные игроки, которые могут в ней участвовать, сказали, а мы в эти игрушки не играем. Проблемы, которые есть, никто не отрицает. Но никто не готов сегодня вступать в большую войну на Ближнем Востоке. Яков Ильич, я прошу прощения, я перебью вас, на этом как раз хочу остановиться. Дело все в том, что президент Израиля, Ицхак Герцог, буквально накануне заявил о том, что то, что произошло как раз в ночь на 14 апреля, то, что вытворил Иран, это как раз таки указывает на то, что они фактически объявляют войну таким образом Израилю. И что в этой связи, по большому счету, Израиль не может не отреагировать. С другой стороны, как вы совершенно справедливо подчеркнули по поводу позиции американцев, европейцев, что все-таки надо как-то успокоить, остановиться. Остановится ли все-таки Израиль, на ваш взгляд? Не захочет ли он, по большому счету, сделать так, чтобы Ирану прилетел ответ за то, что он сотворил? Или все-таки, на самом деле, надо как-то прийти к какому-то компромиссу? Ну, президент он президент, я его знаю. Он в свое время был офицером военной разведки. Его папа был во время Второй мировой войны офицером английской военной разведки и воевал в Европе. Ага, вот как. Потом его отец был дважды начальником главного разведенного управления Израильской армии. То есть он должен понимать основу, что удар наносят не потому, что есть формальный предлог. А если есть веская причина, предлог и причина, это не одно и то же. Начинать военные действия. Военные действия начинаются только при жизненной опасности для государства или для его граждан. В данном случае этого нет. И я не зря сказал, что... Да, были генералы, два генерала. Один из них, бывший начальник генштаба. Сказали, да, давайте ударим. А нынешний начальник генштаба и директор Мурсада. И еще два министра. Один из которых был начальником генерального штаба. И премьер-министр сказали, мы считаем, что этого не будет. И этого не будет. То есть наш президент имеет право высказать свое мнение. Но он не обладает никакими оперативными функциями. Только формальными, представительскими. Он может остаться при своем мнении. Как два других генерала, которые, да, могут остаться при своем мнении. Как целая плеяда комментаторов, бывших политиков, нынешних политиков. Которые согласны, так они остаются при своем мнении. Решение доведливое и правильное и грамотное израильского руководства. Незачем начинать атаку на Иран. Нет никакого основания и причины для этого. Предлог можно найти всегда. Из-за предлога войну не начинают. Серьезные государства. Ну, конечно. Тем более, что никто в мире нас в этом не поддержит. Хотя формально, может быть, мы и правы. У меня всегда есть такая поговорка. Ее применяют. На дороге, когда едешь, ведешь машину, не надо стараться быть правым. Надо быть умным. Потому что, если кто-то другой нарушит права, а ты скажешь, а я все равно еду, будет катастрофа, будет инцидент. Так и сейчас. Формально можно найти предлог. Смысла государственного, военного, атаки на Иран нет. У Ирана тоже. Когда он проводил эту атаку, он надеялся Иран нанести какой-то ущерб Израилю, чтобы можно было его показать как успех. Но иранцы старались не переборщить, не слишком нанести серьезные ущербы, уничтожив какую-то электростанцию или приведя к сироведческим жертвам, чтобы Израиль не ответил намного более жестко. То есть иранцы не хотели и не хотим шагом ввести мир или Израиль в новую войну. Они хотели удовлетворить свое ущемленное самолюбие после того, как у них стражей революции в Дамаске, который отвечал за все действия Ирана и прокси-иранских сил Хамаса в Сирии и Хизбаллы в Ливане против Израиля. Ну да, я понимаю, их обеду, уничтожили двух генералов и весь штаб уничтожили. Ну хорошо. Но из-за этого Иран не хотел и не собирался начать большую войну. Ну, показать своему народу, что вот мы тоже умеем, они пытались, не получилось. То есть, Яков Иосифович, правильно ли я вас понимаю, что вы не верите в то, что может быть большая война между Ираном и Израилем? Вера – это понятие иррациональное. Я же действую и основываюсь на рациональных понятиях, на логике, которая основывается на фактах. Поскольку основные участники, потенциальные, будущей большой войны, не собираются воевать. По их же заявлениям. Ни Иран по заявлению его политического и военного руководства. Ни Израиль по заявлению нашего военного, политического и военного руководства. И никто из стран, крупных стран, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не собираются ввязываться в большую войну и ни одна из арабских стран не заинтересована. Можно просто сказать, что на предполагаемую, ожидаемую всякого рода комментаторами, специалистами, политологами и блогерами войну участники войны не явились. И они могут оставаться со своими предположениями, оценками, пожеланиями и фантазиями. Но участники войны на войну не явились. Вы очень правильно прочекнули. Особенно меня умиляют некоторые комментаторы, которые могут позволять себе так резко высказываться. Они прям жаждут крови, войны, когда все прекрасно понимают и в Иране, и в Израиле, что горячая война никому на пользу не пойдет. И что наоборот, я с вами абсолютно здесь согласен, Яков Ильич, по поводу мудрости. Я тоже об этом говорил. Победит тот, кто мудрее. Вот тот мудрее, кто последовательнее, рациональнее, вот тот и победит. И здесь надо сказать, что ситуация, конечно же, тем не менее, не отменяет всей сложности ситуации. Противоречия между Ираном и Израилем существуют уже 45 лет. При том, что вы тоже неоднократно нам говорили, и в нашей программе в частности, о том, что до 79-го года Иран и Израиль имели прекрасные взаимоотношения. Как раз таки Иран был одним из главных союзников Израиля, даже в регионе. Но ситуация изменилась. Тем не менее, Яковлевич, у меня еще один такой довольно интересный вопрос, для которого зрители тоже многих интересуют, по поводу того, возможно ли какой-то диалог между противоборствующими сторонами, и есть ли вообще такая перспектива, или Израиль не хочет никаких иметь контактов с нынешним иранским руководством? Мы готовы вести диалог с Ираном. Об этом ни разу заявляют. Но этот диалог возможен и может привести к какому-то результату, если Иран откажется от своей основной идеологической базы по отношению к Израилю, что Израиль не имеет права на существование, его надо уничтожить. Пока иранское руководство придерживается этой позиции, ну о чем мы можем с ними говорить? Если Иран откажется от этой позиции, тогда понятно, у нас есть о чем говорить с Ираном, мы относимся с большим уважением к Ирану, к иранскому народу, к иранской культуре, цивилизации. Иранская культура, это не культура, это цивилизация, одна из древнейших и богатых. Мы ее ценим, мы ее знаем. У нас достаточно выходцев из Ирана. Всегда на протяжении всей истории у нас были хорошие отношения с Ираном. И до того, как Иран стал Ираном, и до того, как еще современ Медийской империи. Давно. Так что мы все это, с нашей стороны дверь открыта. Но все зависит от Ирана. К сожалению, у нас остается очень мало времени, подытоживая. Как вы считаете, все-таки, на ваш взгляд, не заставит ли общественное мнение Израиля, все-таки там это имеет очень большое значение, люди все-таки нажать на примеры Израиля, Нитанияху, надавить на него, чтобы он все-таки начал войну против Ирана? Чтобы начал войну? Да. Нет. Не общественное мнение не заставит его начать войну. Оно не настолько абсолютное в Израиле, чтобы назначить, чтобы заставить премьер-министра вести политику, которая, по его мнению, предваритет интересам страны. Нет. Ну да. Какой серьезный результат того, что произошло в эту ночь? Больше всего в эту ночь выиграли Соединенные Штаты. Майден сказал американскому народу в год выборах, а я умею прикладывать силу. Я не бросаю своих друзей. То, что происходит сегодня на Ближнем Востоке в какой-то мере по замыслу Байдена, может быть компенсацией за их неудачи на Украине. Второй результат того, что сделали американцы. Они помогли нам вместе с нами координируя военные действия по защите от удара Ирана на самом высоком уровне. Командующий американскими войсками в Европе приехал и созданы были все системы координации. Его влияние на Израиль резко усилилось. После этого, что он сделал, у Соединенных Штатов будет намного больше, как можно легче им будет надавить на Натаньяу, чтобы он принял план решения проблемы газа. То, что предлагают американцы. И Натаньяу сейчас не сможет сказать нет. После того, когда американцы доказали на деле. Мы, да, защищаем интересы Израиля. Политика, которую сегодня Президенту Соединенных Штатов, они говорят, мы поддерживаем Израиль. Мы не согласны с политикой в определенных моментах израильского руководства. Но страну и народ мы поддерживаем. То есть, Соединенные Штаты, как раз их действия могут привести к тому, что правительство, даже с Натаньяу, изменит свою политику по отношению к газу, по отношению к установлению порядка в секторе газа. Кто будет управлять газом? Сопротивление Натаньяу тому, чтобы ФАТА и организация Палестину управляли газой, потому что это приведет к созданию Палестинского государства. И американцы этого хотят. Оно будет намного меньше. Сегодня он не может, не в состоянии сопротивляться американскому давлению. То есть, независимо от того, что сделать, что произошло, это может привести к тому, что конфликт в Газии закончится не так, как Натаньяу. И начнется процесс по созданию Палестинского государства. То есть, тут может появиться парадоксальная вещь, чудовищная, зверская, нападение Хамаса может привести, что в конце политического процесса, который был начин, этим нападением приведет к исчезновению власти Хамаса в Газии, но к созданию Палестинского государства. Удар, который пытались провести иранцы против Израиля, может привести к новой расстановке сил, которая приведет к созданию Палестинского государства рядом с Израилем. Это не то, что хотел Иран, но это в соответствии с известной еврейской поговоркой. Очень часто добрые дела делаются руками других или злодеев. И может быть, это старая еврейская мудрость в данном случае осуществится. Поживем-увидим, Яков Иосифович. Поживем-увидим. Я вам скажу, что ваши прогнозы были гораздо оптимистичнее и вселяют больше надежды, чем мои предположения, которые возникали у меня до записи нашей с вами сегодняшней программы. Я очень надеюсь на то, что как раз таки, так как вы сказали, с точки зрения того, что будет спокойствие, не будет войны, то так оно и будет. Будем на это надеяться, будем за это, конечно же, молиться. Конечно же, пожелаем мира, спокойствия и Израилю. Конечно, пожелаем мы спокойствия, терпения и рану, и мудрости, и той, и другой стороне, потому что очень важно, чтобы на Ближнем Востоке не случилась большая кровопролитная война. И самое главное, чтобы этим не могли воспользоваться нерегиональные игроки, впрочем, о которых вы сегодня уже нам сегодня сказали. Яков Ильич, дорогой, огромное вам спасибо за то, что вы к нас сегодня подключились, что вы нашли о нас время и поговорили с нами сегодня. В принципе, как и всегда, все как всегда интересно, прекрасно. И, ну, что уж говорить, зрители сами дают оценку, что невероятно интересно, поэтому просят нас, чтобы мы с вами почаще встречались и записывались. Яков Ильич, я вам желаю всего самого наилучшего, конечно же, желаю вам спокойствия, мира, и, конечно же, берегите себя. И еще раз огромное спасибо, что вы к нам сегодня подключились. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Яков Ильич. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Окна» на YouTube-канале российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». У нас сегодня был в гостях из Израиля общественный деятель и экс-руководитель израильской спецслужбы НАТИФ Яков Кедми. С вами был Фархад Ибрагимов. Телеграм-канал Ибрагимов «Вестник Кавказа» на YouTube-е «Вестник Кавказа» в Телеграм-канале. Всего доброго.